Канобу.ру представляет Кто поспорит, холодной зимой хорошо идут игры про бананы и тропические острова. Особенно если там много пиратов и диких-диких обезьян. В Данке Кон Кантри Ретернс их всего две, но стоит стащить у них хотя бы один банан, и на острове начнется такое, что и не снилось создателям остаться в живых. Между делом мы раскрыли почти весь сюжет игры. Добавим только, что за похищением банановой заначки стоит шайка масок Вуду. Поэтому в игре будут зомби, только правильные, африканские, крабы-корсары и прочие существа, которые по версии Нинтендо обитают в джунглях. Как видите, в принципе ничего не изменилось. Спустя пять лет на Ави появился тот самый аромат, тот самый слон. Вместе с тем наши фанаты водопроводчика, большой обезьяны, танчиков и контры давно уже в меньшинстве и работают юристами в банках или ведущими в камеди-клабе. Так что сыграть на ностальгии лишь полдела. Надо бы завлечь новое поколение обезьянок. И в первый же день продаж коробки с игрой стали обменивать на бананы. К сожалению, опять же, только в Великобритании. Но если у вас нет билета в Лондон, если вы никогда не играли в Данки Конга, это же не повод расстраиваться. Мы уверены, эту игру оценят как бывалые игроки, так и те, кто впервые взял в руки V-Mode. Сперва успокоим. За исключением падающих платформ и еще нескольких ловушек, уровни проходятся быстро. А верхом на носороге они разрушаются так же стремительно, как и проносятся под копытами. Единственная проблема вовсе не гигантские акулы или циркулярные пилы, а удаленные чекпоинты, из-за которых вас снова и снова отбрасывает в самое начало. Но на крайний случай авторы придумали большую белую обезьяну, которая проходит за игрока любое препятствие. За исключением боссов, разумеется. Наконец, для неопытных приматов в хижине дедули предусмотрены стандартный читерский набор жизни, а также золотой ключ от секретных уровней. Кстати, когда открывается развилка, хочется пройти и то место, и другое. Пожалуй, эта фраза характеризует игру лучше, чем любая оценка. Как закрытые, так и обычные районы острова частенько подбрасывают сюрпризы в духе червяка Джима, например, полеты на пороховой бочке, цунами или забавные мини-игры. К сожалению, совместная игра оказалась не такой интересной, как мы надеялись. Пожалуй, одному игроку будет куда проще двигаться вперед, если он обладает способностями обеих обезьян. Дидиконг заменяет собой ракетный ранец. К тому же дарует своему транспортному средству еще пару запасных сердец. Но когда в обезьянку вселяется ваш товарищ, прохождение превращается в безумную гонку. Конечно, порой напарник помогает получить труднодоступные бонусы, и все же кооператив заметно уступает LittleBigPlanet. В ответ тряпочным человечкам господин Данки может показать разве что модный красный галстук. Да и уровни в обезьяне игре отстраиваются прямо на ходу. Правда, в основном лишь там, где из земли торчит огромный барабан. Видимо, авторов связала все та же преданность оригиналу. Как-никак перед нами возвращение классики, а не переосмысление знаменитого бананового платформера. Правда, вы вряд ли захотите пройти нового Данки Конга на 100%. По традиции, такое возможно лишь при сборе всех букв и спрятанных кусочков головоломки. А теперь представьте, что вы угодили в пропасть, и уровень придется начинать сначала. Вот и мы, тоже небольшие фанаты сбора монеток, бананов, воздушных шариков, чего бы там японцы не выдумали. Ну хорошо, мы любим шарики. И то потому, что за них положена жизнь. Не секрет, что Nintendo издревле выседает на одних и тех же играх. Поэтому и нет никакого восторга от возрождения великой серии. Но Данки Конг Кантри Ретернс все-таки показало, что современному проекту достаточно крестовины и пары кнопок для интересной игры. В ней может и не быть ни одного произнесенного вслух слова, и не пролито ни капли крови. И черт побери, при этом она получит высокую оценку не только от западных изданий, помешанных на подобных играх, но и от нас тоже. Все это, конечно же, пагубное влияние на мозг сцен заката в тропическом раю. Или необходимости задуть огненного монстра перед тем, как его уничтожить. Местами игра гипнотизирует, словно маски злодеи, похитившие бананы. Портит картину однообразия, с которым вы бросаете на врагов обезьяну, да и запредельный уровень сложности в некоторых сценах. Несмотря на эту ложку дегтя, все равно мы советуем начать охоту за бананами и немного пообезьянничать. Конечно, если от ползания по потолку и от вида платформ у вас не кружится голова. Субтитры создавал DimaTorzok